Видишь дом? Да? А его нет. Здесь как нельзя кстати применима эта шутка из народного фольклора. Дом по улице Подгородская, 138, не упоминается ни в одном документе. Его как бы не существует, тем не менее он есть. И это не просто заброшенная постройка в забытом богом месте, а прямо посередине частного сектора. Но это полбеды. Главная проблема – это запах, который мешает жить соседям. Убрать несанкционированную свалку добровольно вызвалась молодежь брестского филиала «Брест Энерго», а также представители администрации московского района. Все прошло бы, как обычно, гладко и спокойно, но участников экологической акции, в том числе и нашу съемочную группу, ждал сюрприз. Как вас зовут, господи, пожалуйста? Итак, я же вас не спрашиваю, как вас зовут, я этого тоже не висит. Ну что, бабушка, брашенарина? Вы должны знать, как к вам обращаться по имени и отчеству. Имя и отчеству. Можете вообще не обращаться. Оказалось, что на территории дома призрак живет пожилая женщина. Сейчас представители администрации московского района совместно с правоохранительными органами и работниками «Брест Энерго» пытаются попасть на территорию дома, но гражданка, проживающая здесь, ни в какую их не пускает. После долгих уговоров бабуля разрешила войти в ее хоромы. Правда, для этого нужно было пробраться через построенные ею баррикады. То, что открылось взору участников акции, повергло всех в шок, мягко говоря. После того, как мы попали все-таки на территорию дома призрак, все сразу стало понятно. Куча мусора, гниющая еда. Сами представляете, какой здесь запах. Сотрудники «Брест Энерго» сразу принялись убирать территорию, но хозяйка дома принялась их выгонять и говорить проклятие в их сторону. Собственно, досталось и нашей съемочной группе. Я понимаю. Среди гниющих трупов животных, еды и мусора трудно представить, каково жилось соседям, которых от этой зловонной территории отделял лишь забор. Запахи, крысы. Крысы такие здоровые, как ежики. Это если без хвоста, это самое. У меня была грядка с огурцами. Пока она не цвела, я открываю, чтобы полить грядку, а там три крысины. Это, знаете, как противно. Ужас. Потом, ну, мы же все люди, любим это самое праздники какие-то, соберемся, и стол у нас там рядышком. Вот так вот, это стол рядом. И это кофе попить. Или праздник отпраздновать, там шампанский может быть, да? И запахи. 35 градусов, ну, там сидеть невыносимо. Своими впечатлениями поделились и ребята из предприятия Брестэнерго, которые и организовали эту экологическую акцию. Уборка проходила под неумолкающее проклятие со стороны пенсионерки. Первое впечатление, когда мы сюда приехали, мне стало очень, во-первых, жаль людей, которые здесь рядышком живут, ведь летом запах здесь, я думаю, непередаваемый. Вот. Когда нам получилось войти уже на территорию, полный шок был, так как мусор был везде, и запах стоял прям очень сумасшедший. Да, бегали крысы, но, несмотря на это, наш коллектив и молодежь БРСМ сумели все-таки доводить дело до конца постепенно. Я думаю, сегодня у нас получится намного улучшить ситуацию в этом районе экологическую. Хорошо, мусор убрали, но что дальше? Какой выход из этой ситуации? Не сегодня, так завтра бабуля снова натаскает мусор на свой участок, и ситуация повторится, как это было год назад. Решение есть. Я уверен, что дальнейшее развитие ситуации по этому дому с этой жительницей будет. Во взаимодействии с социальными службами, есть фонд социальной защиты, есть отдел социального обеспечения. Мы будем привлекать этих, скажем так, профильных специалистов, для того, чтобы, во-первых, со стороны государства оказать этой бабушке помощь, обследовать ее в учреждениях здравоохранения, и по возможности определить ее в какой-то пансионат для пенсионеров, для лиц преклонного возраста, где она сможет в достойных условиях, со всеми социальными стандартами прожить, я уверен, не один год спокойной жизнью. Ну а с этим домом будет начата работа в рамках действующего законодательства. Есть инструментарий, чтобы признать этот дом безхозяйным. И начата будет с привлечением юристов процедура обращения в судебном порядке этого дома в коммунальную собственность. И в последующем, когда дом станет коммунальной собственностью, будет принято решение или о выделении этого дома нуждающимся, или о реализации его на аукционных торгах. Следить за деятельностью Брест Энерго можно на официальной странице в Инстаграм. Александр Богданович, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.